Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля и мы продолжаем наш сериал на наставничестве. Когда человек может быть наставником? Апостол Павел пишет о том, что мы, оставляя начатки учения, должны торопиться или, он пишет, поспешать к совершенству. Наставник в то же время это не тот человек, который обладает совершенными знаниями или обладает неким совершенным характером или какими-то уникальными взаимоотношениями с Богом. На мой взгляд, наставник это человек, который опережает хотя бы на несколько шагов. Это человек, который на несколько этапов впереди тебя и он четко, прекрасно понимает, что тебя ждет. Я бы даже сказал, что идеальный наставник это не тот человек, который ушел далеко вперед, то есть где-то там на 20 лет опередил тебя, обладает невероятным опытом, очень мудр. А тот человек, который в паре шагов, то есть его память, она еще свежа. Он еще понимает те чувства, те переживания, которыми заполнено твое сердце. Быть наставником это не быть ментором, обладающим огромным потенциальным каким-то знанием. Быть наставником это быть человеком, который может протянуть руку и вытащить тебя из какой-то ямы или направить тебя на правильный путь, дотянуться до тебя. То есть человек на расстоянии вытянутой руки. Обычно это кто-то очень близкий. Я очень хорошо помню первые годы, когда я был верующим, мне нужно было учить небольшую группу людей. Была одна очень большая дилемма. Я сам по большому счету не понимал те темы, которые мне нужно было давать. И каждый раз перед тем, как прийти к этим людям в эту группу и начать вместе с ними разбирать писание, мне нужно было потратить огромное, такой огромный кусок времени для того, чтобы самому вникнуть, понять, разжевать. Если мое время было где-то примерно 40 минут, час и мне нужно было рассказать эту тему, то на подготовку уходило несколько дней. Это было потрясающее время. Потрясающе, потому что я передавал то, что только что сам получил. И вот это, вы знаете, это переживание, когда Дух Святой через тебя что-то говорит прямо сейчас, это что-то свежее. Это очень возбуждает. Сегодня, перечитывая, натыкаясь на свои старые конспекты, от них уже веет неким архивизмом таким, знаете, как будто ты залез в кого-то архивы, там очень пыльно. Есть старый хлеб. И когда мы говорим о наставничестве, мы говорим как раз вот об этом. Не человек, который знает много, прошел много, ушел далеко, а человек, который в паре шагов от тебя, который на расстояние вытянутой руки, и ты можешь ему помочь. Можешь вместе с ним искать ответы на вопрос. Можешь помогать ему двигаться за Господом. Поэтому, как только ты увидел человека, который отстает от тебя всего на несколько шагов, и ты можешь повернуться и протянув руку, начать его подтягивать к себе, пришло твое время быть наставниками.